Важное событие в судьбе страны состоялось 18 марта. По итогам голосования по городскому округу Орехово-Зуево более 60% избирателей реализовали свое конституционное право выбора президента Российской Федерации. Главных участников избирательного процесса, собравшихся в актовом зале администрации городского округа, приветствовал глава городского округа. Весь избирательный процесс прошел в рамках закона. Нарушений, повлиявших на волю изъявлений граждан, зафиксировано не было. Выборы прошли честно, открыто. На территории городского округа действовало впервые 75 участковых избирательных комиссий. В этом году впервые на участках присутствовал корпус общественных наблюдателей, сформированный под руководством председателя нашей общественной палаты Светланы Федоровны Тарасовой. Праздничную атмосферу удалось создать также благодаря мероприятиям, проводимым на большинстве крупных участках. Геннадий Панин поблагодарил всех, кто независимо от политических убеждений и партийных пристрастий работал в единой команде, участвуя в процессе, цель которого – выбор будущего нашего города, Подмосковья, всей России. За содействие закону и обеспечение легитимности выборного процесса благодарственными письмами были отмечены члены территориальной избирательной комиссии, руководители предприятий и учреждений города, предприниматели, сотрудники администрации Орехово-Зуева, члены общественной палаты, председатели участковых избирательных комиссий. Мы с вами прошли уже выборы по кругу всех уровней. Выбирали и местный совет, и главу города, и депутатов государственной, и областной думы. И вот дошли до выборов президента. Последние выборы, учитывая то, что изменились правила ведения предвыборной кампании, и работа участковых комиссий увеличилась с 10 дней до 30, у нас добавились и приемы заявлений по месту голосования, и выдача заявлений со спецмарками, и по квартирные обходы. Работы было столько, что я не знаю, как вы все это выдерживали. В настоящий момент идет процесс переформирования участковых избирательных комиссий, расположенных на территории города. Полномочия членов комиссии определяются на ближайшие пять лет. Уже 9 сентября 2018 года состоятся выборы главы региона, губернатора Московской области. Организация и сопровождение избирательного процесса «Титанический труд» был отмечен на торжественном мероприятии. Труд тех, кто добросовестно участвовал в работе комиссии, кто продолжит работу на участках в новом составе, и тех, кто впервые решит внести свой вклад в проведение выборных кампаний.